Узбекистан начал борьбу с георгиевскими лентами. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов раскритиковал использование георгиевских лент на праздновании Дня Победы и поручил предотвратить их распространение. Об этом пишет Юрейша Дейли со ссылкой на информационно-аналитический портал Узбекистана Ксабар АС. На сайте первоисточника эта новость больше недоступна. Чтобы перебить тренд на распространение георгиевских лент, Арипов поручил изготовить и раздать 100 тысяч лент в цветах узбекского флага. Как отмечается, соответствующее распоряжение было сделано во время селекторного совещания, посвященного празднованию. Информационная поддержка акции по поручению премьер-министра будет проводиться в Facebook, где пользователи соцсети будут публиковать изображение национального флага. К этому процессу, считает глава правительства, должны присоединиться публичные личности, певцы, спортсмены, актеры, юмористы. Это мероприятие неофициальное, поэтому оно должно искренне объединять людей, приводит его слова СМИ. Ранее ленточки с национальными цветами уже централизованно раздавались гражданам Узбекистана ко Дню памяти и почестей, официальное название Дня Победы в Узбекистане. Праздник был переименован в 1999 году, как сообщает лента.ру. Впервые о подобных случаях сообщалось в 2016 году, писал портал новости Узбекистана. До сих пор власти страны официально не ограничивали использование георгиевских лент. В то же время эта практика активно критикуется узбекскими националистами. Так, историки Анвар Назиров и Шухрат Барлас в интервью для издания «Азодлик» говорили, что георгиевская лента является олицетворением российского империализма, а ее использование – оскорблением духа наших прадедов, умерших в руках захватчиков царской России.